Хор духовенства Екатеринодарской и Кубанской епархии встречал гостей форума, который стал традиционным ежегодным. В нашем городе он проводится в третий раз. К участию в нем привлекаются школьники, студенты сочинских вузов, вся общественность города. Речь в первую очередь идет о возрождении духовности. И как отмечают священнослужители, Сочи, курортный олимпийский, вправе претендовать на другой статус – духовный. И время, и Сочи, наверное, меняется духовно. Я, как принадлежность Кубани, я, конечно, за то, чтобы Сочи действительно божьей помощью, человеческими стараниями, вашей информацией, чтобы Сочи, сочинцы, вся Кубаня, Россия стала духовным государством. И тогда будет это не просто политическое, это будет как раз радость, счастье человека, семьи и общества. Чего я всем от Бога желаю. Испокон веков наша страна была высокодуховным государством. Этим всегда гордился российский народ. И сейчас необходимо создавать государственно-общественный механизм для приобщения детей и подростков к культурно-историческим и духовно-нравственным ценностям. Необходило предложение, разработки программы по развитию духовности и нравственной культуры. В рамках форума Покров студенты вузов Сочи, Орла, Белгорода и Воронежа стали участниками Олимпиады, которая выявила сильнейших в интеллектуальной битве. На первый взгляд город вечный праздник музыки, отдыха и с трудом может, наверное, претендовать на статус духовного центра. Но это совсем не так. И тем не менее, нравственному воспитанию молодежи мы здесь уделяем огромное внимание. Без этого невозможно достойно вырастить новое поколение. Итоговое пленарное заседание фестиваля определило значимость заявленной темы. Кроме ярких выступлений и обсуждений проходят показы кинофильмов, лауреатов Международного благотворительного фестиваля «Лучезарный ангел». Для школьников также организованы встречи с участниками фестиваля «Кинопридж. Мы сами снимаем кино». Гелена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания «ФКП».